здравствуйте друзья сегодня проведу экскурсию покажу луняшину комнату расскажу что она ест покажу ее любимые игрушки и еще что-нибудь интересное так что приятного просмотра мы ведем репортаж с холодильника луняша набесилась накусалась теперь спокойненько лежит можно с сниматься обниматься да можно можно папа так что всем приятного просмотра все samsung может нам за рекламу денег заплатить заглянем в холодильник из продуктов я даю ей молоко до сих пор да но уже роялка не специальная для кошек козье это всего 100 миллилитров день я добавляю 2 перепелиных яйца и вот раз в день я скармливаю я уверена что это не вредно по крайней мере пока она еще растет до года точно я буду не давать вот у нас телятина надо ее разделать и заморозить часть здесь тоже она вот так что мяско мы покупаем сразу килограмма 4 потом я его разделала порционно и замораживаю по раз в неделю этого достаточно и остальной рациончик у нас тут берем их сразу больше килограмм 15-20 и хватает этого примерно на месяц наверное так еще куриные куриные головы где-то по одной штуке в день даю свиное сердце тоже пару кусочков пару раз в дереву каждый день у нас уходит одна крыска крыс я выращиваю сама вот так замораживаю и раз в день обязательно ей даю вот такие цельные кормовые объекты в рационе хищной кошки это прям обязательное условие они должны скармливаться вместе со шкурой с внутренними органами совсем это очень-очень-очень важно и здесь у нас еще кролик вот такой тоже мы его скармливаем один не остался скармливаем со шкурой с внутренними органами сейчас у нее меняются зубы до сих пор и поэтому у нее вкусовые вкусы изменились и она почему-то стало плохо есть внутренние органы поэтому я ее вычищаю там по чуть-чуть оставляю добавляю маскирую их как-то и скармливаю вот так вот ее примерный рацион на утро вечером такая же порция только уже без молока и яиц я в течение недели меняю мясо из обычного мяса у нас индейка, телятина, либо курица ну еще я добавляю либо кролика, рыбу какой-то из дней, свиные сердца, печень, желудки, индейки, ну вот такие миксы я делаю и так она кушает вот тем кто думает что можно обойтись в кормлении крупной кошки одним только мясом это неправильно цельные вот такие кормовые объекты очень важны особенно в рационе котенка да и взрослые кошки тоже именно чтобы была вот эта шкура, внутренние органы, кости это все очень нужно вот так а вот то что я даю ей из добавок витамин и минералы это омега-3, это магний, это мумиё или Д3СК2 я даю омегу одну капсулу утром, магний одну капсулу вечером её обладает кучей всяких полезных восстанавливающих регенерирующих свойств поэтому пока у неё сейчас меняются зубы, я тоже даю ей пару капсулу в день тоже утром после еды и Д3 с утра пару капель на мясо получает даже и не замечает вот это все это все для людей то что я видела в аптеках для животных мне ничего не понравилось по составу поэтому по формам там как они усваиваются организмом поэтому я беру сахерп часть это наши друзья занимаются у неё вот я никому ничего не советую также я ни у кого советов не спрашиваю это то что делаю я, я просто с вами делюсь раз в неделю рыба, обычно это нерка это рыба дикая, поэтому гораздо полезнее чем фермерская жирненькая, но не настолько жирная как семга какая-то или форель которую в хозяйствах выращивают в общем идеальная, часть едает луна, часть едает мы вот еще что хотела показать такую красоту специальные чистенькие, новенькие менять не стала перед съемкой это у нас луняши метит территорию некоторые считают что кошки крупные метят только когда ищут пару в брачный период чтобы повелечь самца или самку на самом деле это отметки территориальности кошки крупные очень территориальные и свою территорию они каждый раз обходят и помечают и кастрация или стерилизация в этом часто не помогает ну что, но некоторые считают что кастрировал, стерилизовал и все как домашний кот они метить не будут и будут спокойны но на самом деле нет вот луняши метят территорию где-то с 5 месяцев выбрала вот эти вот углы у нас я постоянно со спреями с тряпками бегаю убираю ну вот сейчас мы придумали так пеленки стерить ее это вполне устраивает у нас в принципе тоже раз в день меняешь и хорошо так все непросто никогда дикое животное рядом с человеком не будет комфортным и удобным всегда приходится вам подстраиваться и искать компромисс будь это крупная кошка или даже тот же хорек или енот или еще кто-то не опирайтесь на ролики в интернете кажется что все мило и няшно на самом деле в быту это огромная уйма проблем и всегда вам приходит всегда человеку приходится подстраиваться под животное чтобы сделать комфортную жизнь и когда животное не будет подстраиваться под вас посмотрим что у нас по булочкам делать здравствуйте здравствуйте у вас все хорошо? ой ну простите ой ну простите ну простите ну простите я вас разбудила я вас разбудила Луняша как все коты и животные сумеречные поэтому активнее она вечером а днем она спит да да ну давай на тебя покладем Что ты меня подошла? Ну всё, всё. Спать, скажи, мешаешь ли? Спать мешаешь коту? Вообще. Ой, Луняша, ты такая тёмная, тебя прям не видно. Нос уткнула, лапки свернула и спать. И спать. Ладно, пусть Булка спит, а мы пойдём посмотрим, что там в её комнате происходит. Сейчас ещё давайте пяточки немножко посмотрим. Ух ты, эти шоколадные пяточки. Угу. Ну всё, приятно. Так, ну давайте пройдём в комнату Булочкина. Это вот её детский горшочек. У неё есть ещё несколько лотков достаточно больших, но это её любимый, по крайней мере с утра, когда она присыпается, выходит из комнаты. Первым делом идёт именно на него. Не знаю, в чём причина. В течение дня пользуется другими, но утром это прям традиция. Сначала сюда. Так, ну а вот и её комнатка. Угу. Ничего сверхъестественного специфического. Вот эта большая каблуточка, она прям в полный рост может вытянуться и точить когти. Правда, сделали нам не совсем качественно. Сразу почему-то вот этот канат попал. Ну, ей хватает. Она хорошо точит когти об него. Кстати, распространённое заблуждение, которое я часто слышу. Некоторые думают, что когда кошка точит когти, она делает их менее острыми. А на самом деле она их затачивает и становятся они острее. Вот такие вот чешуйки с когтя отходят и под ним вырастает новый острый коготок. Вот здесь такое скопление чешуек. У неё лежаночки разные. Нижняя, верхняя. Когда ей все надоели, она уходит наверх, туда прячется и спит тихонечко, спокойно. Вот эта её переноска здесь стоит с её самым любимым пледом. Вы, наверное, часто видели, что она его вытаскивает и уносит к нам в комнату. Переноску мы просто сюда ставим после каждой прогулки. Она чаще всего, кстати, если в домике сидит, то она сидит в этой переноске, а не в своём новом и большом доме. Вот такой вот у неё домино. Там и я помещусь, и ещё куча друзей. Но в нём она тоже иногда отдыхает. Ещё такой комплекс для кошек. Он закарабкивается наверх, и там как орлица тоже, а не здесь сидеть. Здесь её коряшка, которая ведёт на подоконник. Она и на ней, кстати, иногда лежит. У неё когти тосят периодически. И на подоконнике вот такой вот пледик. Дальше у нас здесь две деревяхи и поилка. Она почему-то забирается на неё, садится и пьёт воду так, именно таким образом. Тут вот я собрала в одно место все её игрушечки любимые и нелюбимые, вообще все, которые есть. Так они обычно, конечно же, раскиданы. Мячик. Мячик мы на даче на улице обычно используем. Её овца. Она её, кстати, не грызёт, а просто вылизывает. Вот поэтому у овцы такая прическа манная. Мячик. Любимая, конечно, это бутылка. Орешек она гоняет иногда. Вот этот вот шар ей понравился. Она даже растрепала немножко, бегает за ним. И вот, кстати, классная штука. Я прям долго думала. Мы играли с обычными палочками для кошек гонялочками. Но идеальным оказался вот хлыст для верховой езды. И к нему в концу можно прицепить любую игрушку. Он длинный, прочный, долговечный, вообще неубиваемый. И идеально. Вот с такими кошечками играть. Да, булочка. Булочка, что тут я? Репортаж из твоей комнаты веду. Поиграть не хотите? У неё сейчас немного грустное настроение. Потому что у неё окончательно меняются зубы. Маляры при маляры. И вот, один выпал. И она немножечко грустная. Так. А, вот, кстати. Вот её большой лоток. Это бывший чемодан. Мы сделали из чемодана лотов в коронавирусные времена. Не знаю, видимо. С набёгом на то, что путешествовать мы ещё не скоро будем. Вот. Им она пользуется. Это обычный древесный прессованный лотовик. Удобный, нет запаха. Ну и в своей комнате она пользуется только им. Достаточно аккуратная киса. Что бы вам ещё рассказать? А, ну вот, кстати. Она здесь тумбочка. Я хотела сначала её убрать. А потом заметила, что она иногда сидит на своём домике и смотрит в зеркало. Не часто это бывает, но она всё-таки, видимо, и нравится. Кстати, она потеряла абсолютный интерес к цветам. Теперь вот у неё цветочки стоят и всё с ними в порядке. Все дружно сосуществуют. И цветы она не треплит, не ломает, и в землю не лезет. Так что всё хорошо. Тут я люблю подушечки. Их тоже перетаскивает с места на место. Тут я немножко порядочек привела, навела. Обычно, конечно, не так. Тут чисто. Она тут свои порядки восстанавливает. И вещи все перекладывает туда, куда ей удобно. Ну, кстати, на переноску она прыгала пару раз и разломала её. Нам прекрасно починили мастера, которые заделывают бамперы. Вдруг ему полезно будет. Так, чтобы ещё рассказать. Тут опилки в мешок. Как раз закреплена к стене. Закреплен к стене этот комплекс кошачий. И 30 кг опилок тоже его придерживают. Всё хорошо. Никуда ничего не девается. Такие вот шторки у нас на окне, через которые... Ну, днём я их открываю, вечером закрываю. И вечером с улицы ничего не видно, что происходит внутри помещения. И у них всё прекрасно видно, что происходит снаружи. Так что вот идеальный материал. Вот такие дела. Вот такие вот. Вот так. Вот так и живём. В детстве на ручку отломала. Как-то пыталась подняться, видимо. что, булочка? Провели экскурсию по твоей комнате. Интересно, как эта ночка чёрная живёт? Что? Ну, нельзя тебя трогать. Что такое? Что? Ну, иди. Ну, иди. Ты покажи что-нибудь. Как ты когти точишь? Вот так. Вот так вот. Вот так вот мы. Молодец. Ну, ты хорошая девочка моя какая. Вот она, когтеточечка любимая. И подушечка любимая. Ну, ты выбражуля. Всё здесь. Молодец. Молодец. Кстати, мы подобрали с детства ей когтеточку. Долго выбирали. Ещё есть детская когтеточка. Потом покажу. И она привыкла. И она не дерёт когти ни обо что больше. Даже об ковровое покрытие. Ни об диван, ни об кресло, ни об стулье. Ни обо что. Только вот когтеточка. Она просыпается. В туалет. Потом обязательно когтеточка. Всё прекрасно. Мне кажется, главное с детства подобрать кошке то, что ей будет нравиться. И дальше проблем с обточкой диванов, кресел, углов, обоев и так далее не будет. Главное подобрать когтеточку, которая будет нравиться именно вашему коту. И неважно, это тигр, пантера или обычная домашняя кошка. Ну ладно, всё. На этом закончим экскурсию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok